С 22 июня 1941 года прошло 75 лет. Сменилось одно поколение. Потом еще, еще и еще. И сегодня уже никого не удивляет детский вопрос. Мама, наш город воевал? Воевал, дочка. Конечно, воевал. Чтобы объяснить ребенку, что такое Великая Отечественная война, стоит провести с ней экскурсию. Таис еще маленькая, ей всего 7 лет, но у нее, я думаю, уже отложится информация об истории самой кровопролитной войны 20 века. Тай, а что ты знаешь о войне? Много людей убили, дети голодали. Ну вот видите, маленький даже ребенок, учащийся в нулевом классе, имеет какое-никакое представление о Великой Отечественной войне. И я думаю, что экскурсию, небольшую экскурсию в Парке Победы стоит начать с музея Великой Отечественной войны. Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит, а беда будет за нами. И ведет война народная, священная война. Пусть яна благородная и каеком кулон. И ведет война народная, священная война. И война над страною кружила, и метелью беда у нас мела. И от холода кровь стыла в жилах, все для фронта гремели слова. Много лет, много лет отделяют от славных побед. Героический тыл Продолжением фронта он был. Было трудно, и линия фронта Через каждое сердце легла. Для победы Для победы кипела работа, и о нашем оружием было. Много лет, много лет отделяют от славных побед героический тыл. Перед новым 1941 годом Николай Григорьевич приступил к сборке баян. Баян сделал своими руками одним дяденькой. Тогда он и не предполагал, что будет играть на нем «Прощание славянки», отправляя сыновей на фронт. Но война закончилась, и единственным музыкальным инструментом на всю окру остался баян Павленко. Синим платочком встречал Николай Григорьевич тех, кто возвращался домой с победой. Со временем и Григорий Николаевич научился играть на баяне. Киномеханик по профессии сочиняет музыку на свои стихи, которые регулярно печатает районная газета «Знамя Талибе». Высокоисполнительное мастерство Павленко отметил Александр Коротков, руководитель Оркестра образной филармонии. Может быть, баян Павленко единственный сохранившийся в Казахстане музыкальный инструмент, который провожал на войну солдат, и встречал их в 45-м победителей. Видишь, какая вот история. И это всего лишь малая часть большого-большого рассказа о Великой Отечественной войне. Десятки эвакуированных предприятий, учреждений и организаций. Сотни тысяч людей, миллионы поломанных судеб. Говорят, что вклад Чемкента и области в победу Великой Отечественной войны войне еще до конца не изучен. И поэтому из поколения в поколение мы будем повторять простой девиз. Чемкент мы будем помнить. Мы помним. И сегодня, ровно в 9 часов вечера, каждый из тех, кто помнит, зажжет на своем подоконнике свечу памяти. В память о тех, кто не вернулся. Папа! А ты вернешься? А ты святи, и я вернусь. Здесь птицы не поют, Деревья не растут, И только мы К плечу плечом Растаем С землю тут. Горит И кружится Планета Над нашей Родиною Над нашей Родиною дым И значит нам нужна одна победа Одна на всех мы За ценой не постоим Одна на всех мы За ценой не постоим Нас ждет Огонь Смертельный И все ж Бессилен он Сомненья прочь уходит в ночь Отдельный Десятый наш Десантный батальон Десятый наш Десантный батальон Десантный батальон Лишь только бой Угас Звучит другой приказ И почтальон Сойдет с ума Разыскивая нас Слезет красная Ракета Бьет пулемет Неутомим И значит нам нужна Одна победа Одна на всех мы За ценой не постоим Одна на всех мы За ценой не постоим Нас ждет Огонь Смертельный И все ж Бессилен он Сомненья прочь уходит в ночь Отдельный Десятый наш Десантный батальон Десятый наш Десантный батальон От Курска и Орла Война нас довела До самых вражеских ворот Такие брать дела Когда-нибудь мы Вспомним это И не повериться самим А нынче нам нужна Одна победа Одна на всех мы За ценой не постоим Одна на всех мы За ценой не постоим Десятый наш Десятый наш Конь не умрет И новые герои будут И Третий Рим Будет стоять вечно А Четвертому Не бывать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова